Выживает сильнейший как изменится система газгокупок в новом году. Система электронных торгов в России серьезно изменилась в уходящем году и теперь существует по принципу «выживает сильнейший». О перспективах создания единой системы для Евразийского экономического союза, изменениях, которые произойдут в этой сфере в России в 2019 году, и новом сервисе для малых торгов, известием рассказал генеральный директор ЗАО Сбербанка СТ Николай Андреев. В 2018 году произошли наиболее значительные изменения в системе закупок и электронных торгов. На что они были направлены? На особым счету, исполнители газзаказа отчитаются за каждый тендер компаниям придется дифференцировать расходы по проектам для государства и бизнеса, летом состоялся отбор электронных площадок. Наша компания распоряжением правительства Российской Федерации была включена в список операторов электронных площадок для проведения государственных закупок. В списке отобранных ЭД появились новые игроки. Значимым является то, что площадки поставлены перед выбором, либо работать эффективно, либо уйти с рынка. Важной инновацией явилось то, что ЭД взяли на себя обязательство обеспечить не менее 5% электронных процедур, предусмотренных 44 ФЗ, с участием субъектов СМП. В создавшихся условиях система работает по принципу «выживает сильнейший». Другие изменения в 2018 году были направлены на перевод всех закупок в электронный вид. Это, безусловно, большой прогресс в сфере государственного заказа. Была проделана колоссальная работа по доработке функционала электронной площадки в соответствии с требованиями закона. Как результат, с 1 января 2018 года мы проводим не только электронные аукционы, но и конкурсы, запросы котировок и запросы предложений. Считаю, что переход на электронную форму для участников рынка только плюс. Это экономия времени на подачу заявки для участников, удобство рассмотрения заявок для заказчиков. Окончательно завершен переход на квалифицированную электронную подпись, возможно отмена обеспечения заявок до 1 миллиона и освобождение от обеспечения заявки казенных учреждений. Конечно, с вступлением в силу ряда изменений появилось и много вопросов по порядку проведения закупок. Наши специалисты технической поддержки максимально быстро реагируют на запросы и предоставляют необходимую консультативную и техническую помощь заказчикам и участникам. Фотоизвестие, Алексей Майшев, легко ли участники рынка перестроились к изменениям. Новым участникам стало проще работать. Конечно, перестройка еще идет. С одной стороны, она затронула уже действующих участников, которым пришлось что-то менять в своей работе, но базовые принципы, общая схема работы остались прежними. Новым игрокам в любом случае приходится осваивать гораздо больший объем информации. Им нужно оставаться в правовом поле, как бы при этом не хотелось быстрого успеха. Наша площадка готова к работе как с уже действующими, опытными участниками, которым нужна лишь поддержка в новых условиях, так и с начинающими, которых мы готовы обучать. Закупки доведут до реестра Госдумы, направят на экспертизу правительственный законопроект, расширяющий доступ к закупкам малых и средних предприятий. Были какие-то проблемы в связи с новыми изменениями. Были непростые технические задачи, которые потребовали дополнительных усилий по их разрешению. В первую очередь, это касается спецсчетов. Изменился порядок обеспечения заявки. Большая часть ответственности легла на поставщиков и банки. Раньше значительную часть организационной и контролирующей нагрузки несли электронные площадки. Сейчас именно банкам необходимо технически и идеологически погружаться в процесс, нужно обеспечить открытие специальных счетов и контроль за их состоянием, своевременно блокировать и разблокировать средства участников. Это передали свои многолетние наработки банкам, что потребовало максимальных усилий как со стороны площадок, так и со стороны банков. Наша площадка показала здесь себя отлично. Все было сделано в срок. Наши клиенты получили полный доступ к актуальной информации. Мы проводили многочисленные мероприятия, разъясняли технические моменты. Какие-то тонкости пришлось разъяснять и регуляторам. Минфин выпустил специальное письмо с разъяснениями об особенностях использования специальных счетов. Все это позволило не допустить перерыва в закупках, процедуры шли без сбоев. Изначально государство было инициатором создания электронных торгов. На ваш взгляд, сейчас в сфере Госгокупок государство чаще выступает как регулятор или инициатор идей. Государство действительно, дало первый импульс для создания системы Госгокупок. Тут был и экономический интерес. Совершенно очевидно растет эффективность поставок и выполненных работ. Экономия для бюджета каждый год достигает сотен миллионов рублей. Разумеется, определенные ведомства выступают регуляторами сейчас это Министерство финансов Российской Федерации и Федеральная антимонопольная служба. Фото известия, Алексей Майшев мы отчетливо видим, что их главный интерес не в том, чтобы зарегулировать и все досконально контролировать. Есть взаимный интерес в развитии конкуренции, повышении профессионального уровня всех участников, оптимизации и распространении лучших практик, обеспечении равных условий, прозрачности и доступности. Государство берет на себя большую нагрузку. Кроме законодательной и правоприменительной работы, внедряются новые элементы единой информационной системы, каталог товаров, работ и услуг, независимый регистратор. Большое позитивное влияние оказывает поддержка малого и среднего предпринимательства, субъекты которого обеспечивают конкуренцию, восприимчивы к изменениям, активны в постоянном развитии. Конечно, государство при этом понимает, что созданная и постоянно развивающаяся система электронных закупок – это мощный универсальный инструмент для повышения конкурентоспособности российских компаний и инвестиционной привлекательности. Госзакупки без штрафов запретили, государственный контракт всегда должен предусматривать штраф за его неисполнение, признали ФАС и Верховный суд, в чем сейчас наибольшие различия между государственными и корпоративными закупками. Видите ли вы перспективу возможного объединения законодательства для государственных и корпоративных закупок? Государственные и корпоративные закупки регулируются двумя разными федеральными законами – 44 ФЗ и 223 ФЗ, стоит отметить, что государственные и корпоративные закупки одинаково популярны у участников. Наибольшее различие заключается в определении перечня способов выбора поставщика. Заказчики по 223 ФЗ действуют в соответствии с собственным положением о закупках, в то время как государственный заказ строго регламентирован положениями закона о контрактной системе. С одной стороны, у этого есть свои плюсы – индивидуализация процедур, их настройка в соответствии с требованиями и интересами заказчика. Например, наша площадка предоставляет широкий набор возможностей и сервисов по персонализации и процедур, настройки внутренних процессов при нашей полной поддержке. Таким образом, мы берем на себя часть нагрузки заказчиков по оптимизации закупок. С другой стороны, возможность заказчика по-своему регулировать процедуру дает почву для манипулирования, что может привести к ограничению конкуренции или к коррупции. Правительство РФ разрешило госзакупки по из стран ЕАЭС в целом, рынок корпоративных закупок неуклонно движется к порядку их проведения по аналогии с государственными закупками, как пример, в части порядка проведения закупок для СМП. Это связано с государственным интересом поддержки малого и среднего бизнеса. Фиксируете ли вы из года в год увеличение объемов госзаказа? Насколько? С чем это может быть связано помимо инфляции? Приведу статистику. В 2011 году общий объем составил 5,3 триллиона рублей. С тех пор рост почти каждый год. В 2012 на 11,32%, 5,9 триллиона. В 2013 на 6,77% до 6,3 триллиона. В 2015 поднялся до 6,43 триллиона. А в 2017 году уже до 7,8 триллиона рост 10,62% по сравнению с 2016 годом, когда объем снизился на 0,46%. До этого падение на 4,47% было только в 2014 году. Фото, известия, Артем Каратаев вклад инфляции, конечно, есть. При этом нужно учитывать, что растет и экономия на закупках. Сейчас мы говорим о конечных цифрах стоимости исполнения контрактов. Идет наращивание потребностей государства и госкомпаний для реализации взятых обязательств и планов развития. Так, с 2017 года исполняются майские указы президента Российской Федерации, идет модернизация здравоохранения, внедрение новых технологий в образование, все это означает новые позиции госзаказа. Несколько лет обсуждается создание единого рынка госгокупок стран ЕАЭС, принимаете ли вы участие в этом обсуждении? На ваш взгляд, какие плюсы и минусы у этой инициативы? Минприрода создаст реестр недобросовестных участников аукционов, ведомство рассчитывает, что список таких компаний появится уже в декабре 2017 года. Выгоду получит все, в том числе и Россия. Речь идет о расширении рынка не только для участников других стран, но и для российских компаний. Тем не менее, для ряда стран может встать проблема конкуренции на внешнем рынке аналогичной продукции. Какие нововведения в сфере закупок вступят в силу в следующем году? Электронные процедуры, а также регистрация в ЕАЭС участников закупок становятся обязательными. Это касается и поставщиков, порядок регистрации будет определен правительством Российской Федерации. С появлением на рынке новых электронных площадок это большой плюс для участников. Теперь достаточно зарегистрироваться в одном месте, и информация будет интегрироваться на все ЭТ. С 1 января изменится схема заключения контракта по итогам электронных аукционов. Действия заказчика по заключению контракта будут осуществляться в единой информационной системе. Полезное изменение ожидается и с 1 июля. В качестве обеспечения заявки участники смогут использовать банковскую гарантию. Мы видим, что это направлено на упрощение работы, оптимизацию процедур, снятие барьеров по доступу участников. Разумеется, со своей стороны мы полностью включены в эту работу. Фотоизвестие Павел Бедняков, какие у вашей компании планы на следующий год? В каких еще сферах вы будете расширять свою деятельность? В этом году мы выделили в отдельное направление развитие магазин малых закупок. Казалось бы, правила торгов универсальны, процедуры продуманы, максимально автоматизированы, при этом постоянно обновляются различные сервисы, улучшается функционал. При этом мы обнаружили, что для отдельной категории закупок этого недостаточно, а именно для закупок малых объемов. Земельные аукционы зачистят от мошенников Минэкономразвития и расширят черный список участников торгов. В своей совокупности они не столь малые, но по факту это множество процедур на небольшие суммы. Для них важны скорость и наличие определенных шаблонов. Это нужно как для заказчиков, так и для поставщиков, которые таким образом могут стандартизировать товары, услуги, контракты. Запрос на такие процедуры оказался очень велик, и мы выделили их в отдельную площадку. Все сервисы Сберб 2B работают именно с учетом особенностей малых закупок и нацелены на то, чтобы сделать их максимально эффективными. На площадке одновременно доступны привычный заказ товаров, услуг и запросы предложений по аналогам с заданными характеристиками. Все запросы и предложения выполняются в онлайн-режиме. Для заказчиков и поставщиков предлагаем широкий набор инструментов, позволяющих кастомизировать свои закупки, задать автоматические параметры, выстроить внутреннюю систему. С нашей точки зрения, это по-настоящему современная, надежная и востребованная система.